Приветствую вас, друзья! Предлагаю вам поговорить о проблемах, слабых местах и достоинствах Mercedes-Benz S-Class в кузове W221. Давайте разбираться, как избежать больших затрат на эксплуатацию и на что смотреть при покупке. Начнем, как всегда, с двигателей. Благодаря изобилию бензиновых и дизельных моторов, модификаций у S-Class было множество. Все с автоматом 5, а позже 7-ступенчатым, задним или полным приводом и стандартным, либо удлиненным кузовом. Дизельные двигатели, конечно, долговечны, но есть опасения, что их ресурс успели испить прошлые владельцы. Вам же достанутся значительный пробег, который нужно проверять, 6 или 8 дорогостоящих форсунок, ТНВД и турбонагнетатель на излете карьеры. Встречаются и утечки масла. А после 200 тысяч километров жди растяжение цепи ГРМ. Так что рекомендовать будем бензиновый вариант. Скажем, S350 с 3,5-литровым V6. Наиболее дельными и надежными спецы называют непосредственные CGI-версии агрегатов V6 серии M276, которые появились после рестайлинга 2010 года. Более объемные и злые моторы сложнее и еще дороже в обслуживании. К тому же не отличаются образцовой надежностью и уже наверняка доконали трансмиссию. Кстати, больше претензий все же к более поздней семиступенчатой коробке, у которой проблемы с модулем. Кроме того, отказывают блок гидроклапанов и гидротрансформатор. Не подумайте вдруг, что W221 плохая машина. Статусом, оснащением и удовольствием от езды она искупит все возможные технические неурядицы. Просто решение проблем будет очень недешевым. Ресурс пневмоподвески был такой опцион не менее 5 лет. Но стоимость ее восстановления кусается, а летят стойки часто парами. Считайте. Срок жизни тормозных колодок обычно не более 20 тысяч километров. Машина тяжелая. По той же причине уже на второй сотне тысяч пробега могут появляться проблемы с карданами. Валы, впрочем, ремонтопригодны. А сам редуктор и вовсе хорош. Проблем с ним не возникает очень долго. Однако мы уверены, что при правильном выборе автомобиля с полной диагностикой на сервисе официального дилера, иначе просто не советуем, единственное, что будет досаждать неурядицы по части электрики. С-класс ведь чемпион по оснащению. Отказать может, к примеру, дисплей приборной панели. Заставляют нервничать ошибки в системе АБС, в работе навигационной системе, сиди-чейнджера. Любят пошалить пневмосидения, электропривод крышки багажника и люка, даже климатическая система. Так что универсальных рецептов от известных болезней мы давать не будем. И не брезгуйте дополнительной юридической проверкой. Кроме того, избегайте заведомо дешевых экземпляров. Или сразу готовьте тысячи долларов на ремонт. Имейте в виду, что седаны из США в прошлом, как правило, участники ДТП. А еще перед покупкой Mercedes-Benz S-класс W221 обязательно нужно найти профессиональный сервисный центр. Поиск источников неисправности бывает весьма непростой задачей, с которой даже официалы справляются далеко не всегда с первого раза. Двигатель. Проблем не так много. Со временем сбоит блок управления двигателем у бензиновых моторов и дизеля 2.1. У последнего это конструктивный недостаток, проявляется почти всегда. А вот у бензиновых причина высокой температуре и постепенной потери герметичности. Дизеля эксплуатационными особенностями не отличаются, но их общий недуг, кончина турбины к 300 тысячам километров и капризы по топливу. Трансмиссия. О старой АКП серии 722 и 6 нельзя сказать, что она беспроблемна. При замене масла раз в 30 тысяч километров и аккуратной эксплуатации ее ресурс все же изряден. Однако машины без переборки АКП с пробегом более 200 тысяч километров редкость. С семиступенчатой коробкой 722 и 9 седану повезло еще меньше. Неудачная конструкция, постоянный перегретый гидроблок, загрязнение масла, низкий ресурс фрикционов. Подвеска. Ресурс пневмоподвески 100 тысяч километров. К этому рубежу часто подводит компрессор Airmatic. Чуть позже устают клапаны пневматики и седан ложится на колесо или на всю ось. Стойки с пневмоэлементом сдаются в интервале 80-120 тысяч километров. Но вообще предательства от подвески можно не ждать. Она унифицирована с броневерсиями, так что запас прочности имеет очень даже внушительный. Кузов. Окрашена на 5 баллов. Следы коррозии могут встречаться только в местах сколок, в проемах дверей, на капоте и на кромках крыльев. От биксенона часто тускнеют фары. На наших дорогах ломаются крепления лакеров и пыльников. Петли капота алюминиевые. Они могут корродировать в местах соединения. За ними стоит приглядывать. Электрика. Системных болячек по электрике нет, однако на больших пробегах начинает вылезать всякая несистемная мелочевка. Глюки АБС, отказы доводчиков дверей и стекол, подвисание мультимедиа, климатической системы, датчиков. Проводка не выдерживает долгой эксплуатации. Ну а если вы являетесь владельцем Mercedes-Benz S-Class W221, то пожалуйста опишите проблемы, с которыми вам пришлось столкнуться за время эксплуатации авто. Возможно именно ваш отзыв поможет зрителям при выборе машины. На этом у меня все. Всем большое спасибо за внимание. Буду вам очень благодарен, если подпишетесь на канал. До скорых встреч!